Привет, друзья! Меня зовут Олег Воскобойников. Я написал книгу «Средневековье. Крупным планом», которая вышла в издательстве «Бомбора» и сейчас ждет победы в конкурсе «Просветитель». Ну и заодно я создал и возглавляю магистрскую программу «Медивистика», то есть воспитываю медивистов в высшей школе экономики. Сегодня мне хочется с вами поговорить о ликах, лицах и личинах власти в Средние века, потому что эта тема давно меня занимает. Кое-что я не писал и в этой моей книге, и в других работах, но с тех пор в наше непростое время приходят в голову еще какие-то мысли разные. Вот хотелось бы с вами ими поделиться. В принципе, когда мы думаем о Средневековье, то сами властные отношения, отношения иерархии, подчинения, принуждения приходят на ум сами собой. При этом, конечно, не стоит думать, что только в Средние века существовали эти самые иерархии, неравенства, вообще всякая несправедливость. Власть и отношения власти, подчинения и властвования между людьми существует, наверное, так же давно, как те люди, о которых зафиксировала история, включая, наверное, и нас самих. Если ты не профессиональный политолог, сегодня, по-моему, вообще очень просто спутать управление, властвование и политику. Это совсем не одно и то же. На языке Средневековья это противопоставление и противоречие в какой-то степени выражалось в двух словах, которые в Средние века очень хорошо различали. Одно – регимен, то есть, ну, можно так перевести, как управление, однокоренное с ним слово «рекс», «король», давшее, скажем, французское «руа» или итальянское «рэ», а другое слово «доминацио», то есть властвование, давшее слово «доминус», «господин» или «господь», как мы называем Бога. И точно так же его называли в Средние века. Все эти параллели, они, в общем-то, совсем не случайны. Добрый король по определению справедлив, но не всякий, кто властвует справедлив. Он может быть тираном. Поэтому король должен соответствовать определенному набору ценностей каждого общества. И если он перестает им соответствовать, то как бы все общество приходит в упадок, и может быть даже целая планета. Если речь идет об императоре или о папе римском. Обо всем этом Средневековье рассуждают очень много. Казалось бы, намного больше, чем мы. Но мне, собственно, Средневековье интересно тем, в чем оно похоже на нас, и в чем его отличия позволяют нам самим посмотреть на себя как бы немножко со стороны. В 20-й век, в общем-то, подверг феномен власти такому анатомическому разбору, я бы сказал, Элиас Конетти в романе «Масса и власть», получившем Нобелевскую премию. Но фактически все рассказал о 20-м веке, ни разу не упомянув его в своем тексте. Мишель Фуко сделал примерно то же самое незадолго до 1968 года и вскоре после. Еще задолго до них Николо Маккиавелли, один из предшественников более-менее всех философско-политических систем современности, в общем-то, тоже рассказал своим современникам около 1500 года, в начале 16-го века, что позволяется государю, а что не позволяется в реальной политике. Николо Маккиавелли назвал свое сочинение «государь», по-итальянски «il principe» можно переводить как «князь», можно как «государь», кому как нравится, но, пожалуй, не «принц». В любом случае он описывал человека, наделенного властью, и он полемизировал, на самом деле, с очень устойчивой, очень длительной средневековой традицией размышления о феномене власти и о том, как эти размышления воплощались в реальную жизнь. Уже античные люди, в особенности наследники Цицерона, римляне, прекрасно понимали разницу между двумя такими словами, которые для нас с вами значат почти одно и то же. На латыни «ауктуритас» и «потестас». «Ауктуритас» – отсюда английское «authority», «потестас» – отсюда более-менее английское «power». На русский могут переводиться как «авторитет» и «власть». И авторитет – это такая особенность, какой-то статус, который мы придаем тем людям, к которым мы прислушиваемся. Авторитетное мнение, говорят нас. Авторитет может быть у конкретного министра, может быть у профессора. Один властвует, другой все-таки скорее подчиняется. Но при этом авторитетность голоса, что ли, весомость, скажем так, весомость голоса того и другого могут быть сопоставимы, потому что каждый в своей области что-то дозначит. Цицерон в одной из речей, критикуя одного из своего оппонента, сейчас забыл имя, говорит, то, чего он не смог добиться, ауктуритаты он добился потестаты. То есть личного авторитета не хватило, но хватило насилия, такой силы, властной силы, которая, в общем, уже близко где-то к тому, что мы бы назвали насилием. И нередко сегодня власть действительно и воспринимается как институт принуждения, нечто такое, кем-то навязанное нам от природы, ищущим свободы. В этом поиске свободы, ну, наверное, залог гражданского общества, и мы резонно считаем это большой ценностью нового и новейшего времени. Вроде как бы мы живем в демократических, политических системах, хотя бы формально. Мы выбираем, мы изъявляем свою волю. Эта воля каким-то образом поэтапно доносится до тех, кто нами властвует, но те, кто нами властвуют, они вроде как бы служат нам. Во всяком случае, они считают своим долгом об этом нам заявлять в какие-то ответственные моменты самопредъявления себя обществу. И, конечно, когда ты глядишь в телевизор или в какие-то интернетные новости, то у нас есть такое ощущение, что мы как бы видим, что, собственно, делает власть. Когда начинаешь думать немножко дальше, ты вдруг узнаешь или догадываешься, что какие-то вещи происходят, что называется, за рамками камеры, где-то там, за камерой. Или еще мы говорим в кулуарах, например. А еще, зная, как русские любят баню, ну, любой из нас понимает, что в бане тоже очень серьезные вопросы могут обсуждаться с пивом или без него, в общем, даже не принципиально. Представим себе теперь, что Карл Великий около 800 года обосновался в городе Аахине, который ему понравился со своими термальными источниками. То есть, собственно, термами. Это античный город. Эти термы восстановили. А Карлу хотелось быть похожим одновременно и на своих франкских предков, королей франков, и на римских императоров. Поэтому он возродил Римскую империю на Западе. И как рассказывает нам его биограф, Эйнхард очень умный, младший его современник, и многим ему обязанный, конечно. Такой приближенный к Карлу, не к кому-нибудь, а Карлу говорит, что он и сам очень любил купаться в этих банях и устраивал такие коллективные заплывы человек аж до ста. Но я не знаю, как там, не преувеличил ли чего-нибудь Эйнхард, и как-то сто человек могли забраться в одну баню в 800 году. Но в любом случае дыма без огня быть не может, и что-то здесь есть. Во всяком случае, Карл, бывавший в Риме, знал по архитектуре этого города, даже, может быть, по руинам, но тогда они еще не были такими уж руинами, что термы – это тоже знак власти, это лицо власти. Он знал, что термы назывались в Риме именами императоров и понимал, что такие постройки, конечно, создавались в том числе для того, чтобы решать вопросы власти. Римские императоры, даже первые римские императоры, в частности, Октавиан Август, часто называли себя первыми среди равных, потому что они все-таки вышли из республиканского Рима и даже они были служителями республики. Республика, напомню, на латыни значит просто «общее дело», то есть государство, «общее дело», община такая, община большого масштаба. И когда возникла где-то в гуще этой самой политической борьбы первый век, когда наша идея о единовластие, то тот, кто к этой единой власти пришел, сначала Юлий Цизер, потом Октавиан Август, они, конечно, подчеркивали, что они просто одни из всех, просто лучшие. Просто лучшие. Но Октавиан взял себе роль понтифика, то есть строителя мостов, если буквально, и тем самым вошел в жреческую касту. Он стал жрецом, служителем культа, поэтому иногда его изображали с покрытой головой, как участника культа, богослужения. Но тем самым он слил в одной своей фигуре, как бы ничего не говоря, те самые два понятия «ауктуритес» и «потестес». И его наследники как в Риме, так и в Средние века об этом помнили. Между тем, когда мы говорим о том, что Средневековье предпочитает единоличное правление формам правления республиканским или парламентским, мы лишь отчасти будем правы. Династический принцип очень важен для Средневековья. Он намного менее важен в наши дни в большинстве стран на этой планете, в том числе для конституционных монархий. Да, династия есть и дела династии это дело государственной важности, но даже эти дела династически не являются сегодня гарантом выживания государства, гарантом преемственности, мирной преемственности власти от поколения к поколению. Между тем, эта самая преемственность власти вообще едва ли не самая большая проблема в мировой истории. не побоюсь этого слова, в частности для Средневековья. Средневековья – очень дикое время, но у них не было ни компьютеров, ни инстаграма, тебе понимаешь, ни телефона, ни даже законодательства. До XIII века средневековая Европа живет в мире право, но без законов. Собираются обычаи, иногда под эгидой короля, под именем короля, они как-то там трактуются. Но это обычаи твоего народа. Ты король, ты не можешь создавать законов, потому что ты всего лишь наместник, иногда с претензиями на то, что у тебя наместника какие-то особые отношения с Богом, но в целом ты здесь и сейчас обладаешь некими делегированными тебе полномочиями. Ты правишь потому, что Адам с Евой согрешили и сами не могут справиться с собственными грехами. И все за ними мы все, то есть все человечество. Напомню, что дети Адама и Евы, Кайн и Авель поругались. Авель вроде как не виноват был, но первое грехопадение это удовольствие полученное от изготовления детей. Второе грехопадение это братоубийство, братоубийственная война. Кайн, согласно книге Бытия, первой книге Ветхого Завета, после того, как убил брата, конечно, очень расстроился, ушел и после этого построил первый город и создал музыкальные инструменты. Чего хочешь, то и думай. Между прочим, Средневековье об этом не забывало. То есть Средневековье понимало власть как вообще феномен власти, властвования, как наказание за этот самый грех. Если не будет греха, то, в общем-то, не будет и власти. Но греха не будет там, и там не будет уже и полов. То есть, собственно, человечество станет чем-то другим. А здесь, на этой грешной земле, власть должна ввести людей к какому-то безгрешному состоянию. Как она, власть, может это делать? Ну, во-первых, благословение небес, прежде всего. А как получить эти самые небесные благословения во множественном числе? Не одно какое-то, скажем, на всю династию, но каждому конкретному королю, каждому конкретному правителю. Через целый ряд ритуалов, очень разных, в разные времена, через целый ряд метафор, образов, инсигний, то есть знаков власти. Сегодня мы привыкли к тому, что власть обставляет, конечно, свою саморепрезентацию, свою такую доступную общественному глазу повседневность ну, какими-то предметами. Ну, скажем, бронированным лимузином, самолетом, который делается не на конвейере, а совершенно особой, в общем-то, особая тема, государство самолетов, борт номер один, в любом, более-менее, состоятельном государстве. Еще какие-то предметы. Мы можем считать инсигнии, даже ядерный чемоданчик, находящийся в ведении верховного главнокомандующего, страны, обладающей ядерным потенциалом. Но мы понимаем, что пока верховный главнокомандующий в своем уме, он на кнопку не нажмет, потому что вряд ли он этим решит какие-то проблемы. Но наличие этой кнопки что-то говорит об этой власти. Представим себе, что, да, а глядя на президентский лимузин, неважно, американский, русский или какой-то еще, ну, мы понимаем, что это большая машина, но никому не придет в голову украшать ее так, как украшался парадный корабль венецианского дожа или там карета Людовика XIV. Просто потому, что другой стиль, у нас другие представления о красоте. Вот. Но и никаким особым символическим значением этот самый президентский лимузин мы тоже наделять не будем. Мы понимаем, что его кортеж это система безопасности, а не система репрезентации власти. То же самое можно сказать о вертолете, самолете, хоть подводной лодке. Вот. В средние века все не совсем так. Корона государя, в особенности корона императорская, украшенная сотнями жемчужин и десятками драгоценных камней осмыслялась как сама эта вселенская власть. Самый большой камень на затылке, на затылочной пластине короны Священной Римской империи, которая хранится сегодня в Вене, назывался мудрым Дервайзе по-немецки. Его спащили где-то в середине там между Средневековым и Новым Временем, сейчас его нету, но его видел немецкий Менезингер Вальтер фон дер Фогель Вейде описал его в специальном стихотворении на коронацию Филиппа Швабского в конце XII века. И толкует там даже не только всю корону, но и этот конкретный камень, как светоч, который дан народам и в особенности князьям имперским, чтобы они не свернули с пути. И в этом, казалось бы, поэтической метафорой, но за ней стоит и такая правда жизни, что в чем она проявлялась? Что король, государь, император, король идет первым, за ним, перед ним могут идти какие-то клирики, которые несут, например, самое дорогое, те же самые инсигнии, икону, крест имперский, например, в котором хранится копье Лангина, Великая Святыня. Император идет за ними, а за ним следуют его приближенные. Причем порядок этого хода может показаться нам церемонностью, церемониальностью или вообще какой-то такой бутафорией. Этой самой бутафории, такого символизма, ритуальности, конечно, в средневековой жизни хватало, и в особенности в жизни власти. Эта самая ритуальность освящена, не освящена, а освящена и в средневековых нарративных источниках, в особенности в хрониках, но и в некоторых таких нормативных текстах, в чинах, так называемых чинах ритуальных, папских, светских. То есть, кто за кем идет, кто с кем сидит. Все это мы сегодня называем протоколом, и в нашем обыденном сознании редко придаем этому самому протоколу хоть какое-то значение. Когда мы читаем об этом в средневековых хрониках, можете почитать, например, в Солирмской хронике, которую я недавно перевел и опубликовал, таких ситуаций много. Можно назвать их церемониальными ситуациями, как говорит один из моих учителей Михаил Бойцов, можно назвать их символическими ситуациями, можно назвать их смыслообразующими ситуациями. Инстинктивно мы скажем, но это пена на глади истории, ведь, конечно, двигатель исторического процесса, но не во всей этой мишуре. Вот давайте попытаемся оптику нашу взять так и переделать. В любом случае, это то, что я сам пытаюсь сделать с собой и немножко навязываю своим читателям. Представьте себе, что это как раз и есть главное. Более того, если кому-то из вас придется самому или самой оказаться в протокольной ситуации, то вы поймете вдруг, что это немаловажно. Например, на заседании правительства какого-нибудь государства или в Совете директоров крупной трансконтинентальной корпорации немаловажно, кто рядом с кем сидит. Не только потому, что ты можешь плечом там ткнуть человека, там что-нибудь ему такое, на ухо шепнуть. Дело не в том, что ты можешь пошушукаться с кем-то, а в том, что план рассадки придумали не дураки. Ну, правда, я однажды сидел с председателем правительства Российской Федерации, он даже меня по имени назвал, и я что-то ему такое сказал. Но от этого мой жизненный путь не изменился. И даже не изменился его жизненный путь. Вот. Но, тем не менее, когда вы находитесь действительно в рамках каких-то властных отношений выше, ниже, так сказать, да, то эти самые пресловутые политические и социальные лифты, они вообще-то не вверх и вниз ходят, а по горизонтали. Да, власть себя предъявляет какому-то обществу, но без этого предъявления ее власти тоже нету. Это сегодня мы можем, сидя у себя по домам, через средства коммуникации, в общем, вполне управлять этой планетой или быть управляемыми этой планетой. А тогда, представьте себе, у них не было ни зума, ни скайпа. И власть осуществляет себя, обретает эффективность, когда она общается с людьми. Это одна из причин, по которой средневековые страны не очень любили столицы. Да, во Франции еще со времен Хлодвига с VI века Париж обладал особым каким-то таким статусом. Он притягивал к себе очень многое во Франции. Но Франция единой страной стала только в веке в XIII, и то тогда она представляла из себя половину современной Франции. В Англии Лондон, тоже античный город, Лондон тоже обладал на протяжении средневековья особым авторитетом, но не случайно, во-первых, в Англии оба важнейших университетов вне столицы, и архиепископства главные тоже не лондонские, а Кентербери и Йорк, ну, исторические, и другие епископства вроде Линкольна или Дарома на других концах британского острова. Тоже обладали всегда совершенно особым значением. То же самое касается Франции. На германских землях, в Священной Римской империи столицы не было вообще. И это даже отражается сегодня на каком-то особом положении Берлина среди великих европейских столиц. В Испании столица сменилась при Гасбургах, перешли от Толедо к Мадриду тоже по особым причинам. Про Русь я говорить не буду, сами все знаете. В Италии казалось бы столица была сохранена с самого начала, потому что Рим назывался в античности Урбс, в отличие от других городов, то есть город с большой буквы. И Папы Римские унаследовали эту идею, очень властную по-своему идею, что то, что говорится в Риме, говорится городу и миру. Урби и турби. Но папы конечно пытались периодически претендовать на вселенскую власть, но их власть была не от мира сего. В этом словосочетании, которое принадлежит самому Христу, была заложена и сила особая римского понтифика, властителя особого рода, и слабость его. Потому что если власть твоя не от мира сего, то какое отношение ты имеешь к миру сему? И действительно, так могли рассуждать те, кто были против папского универсализма, против его притязаний на верховенство, на сюзеренитет. Идея сюзеренитета, кстати, очень поздняя для Средневековья противостояла не менее важной идее суверенитета, даже если слова могли использоваться другие. Христианские народы – братские народы, но каждый из этих народов вообще-то имеет право на самоопределение, даже если все они с точки зрения религии принадлежат единой римской католической церкви. Я сейчас говорю о Западе, отношение Востока и Запада в этом плане совершенно особая тема, которую здесь сейчас затрагивать не хочется, чтобы не запутаться окончательно. Папа Римский по идее пребывает в Риме, он унаследовал от римского императора и через него от древних римских жрецов статус понтифика, римский папа называется и сегодня по-итальянски «сомма понтефичи», что восходит к латинскому «суммус понтифекс», то есть «верховный строитель мостов». И этот термин осмыслялся в том числе и, скажем так, в рамках городостроительства, то есть папа, такой серьезный папа считал своим долгом заботиться и о городе. Но история средневекового города Рима в какой-то степени зеркало этой самой власти, лик папской власти, но и кривое зеркало, потому что на протяжении фактически всего средневековья Рим оставался очень странным городом, примерно таким, каким мы его видим еще на старых рисунках эпохи Возрождения, даже 17 века, на гравюрах, одна у меня такая есть, дома гравюра 16 века, где мы видим те самые руины, многие из которых уже исчезли с лица земли с тех пор, с 16 века, но, в общем, это буераки, овраги и тибр заболоченный, потому что Клоака Максима, великолепная система канализации, созданная императорским Римом, в средние века, конечно, была заброшена, все эти германцы, там и прочие лангобарды, наследники римского величия, конечно, не умели за этим следить, ну, просто в средневековье, конечно, в плане быта намного более простая цивилизация, чем даже поздний Рим, вот, но при этом римские понтифики периодически пытались, периодически восстанавливали старые и строили новые храмы, поэтому сегодня, когда ты попадаешь в Рим, то это купола и черепица, говоря, словами Бродского, то есть, это очень много церквей, это десятки и десятки средневековых церквей, нигде больше нет такого количества церквей. В Иерусалиме концентрация может быть немножко выше, потому что Иерусалим тоже особый такой город для средневекового христианства, что и понятно, вот, там очень активно шла застройка в 12 веке, почему? Потому что пришедшие туда крестоносцы, став властителями Палестины, они старались ну, свое место здесь, вот, под этим самым совершенно особым палестинским солнцем обозначить монументально этими самыми церквями, крепостями, замками. Для дворцов еще было рано, дворцы, в общем, все-таки явление позднее, средневековое, такое палаццо, неслучайно слово итальянское, это связано с городской уже такой цивилизацией, но даже внутри городов вплоть до эпохи возрождения, включительно до 15 века, строили все-таки не дворцы, а башни. То есть, собственно, укрепленные, такие очень неудобные для жилья, ужасно неудобные для жилья, башни иногда высотой в несколько десятков метров. В Болонии две такие слегка наклоненные башни, Горизенда и Азинелли, одна метра в 40, другая метра в 80, я дважды залезал на самую высокую из этих башен и сидел там специально, размышлял, так сказать, о судьбах средневековой Болонии, в былые времена, до эпохи ковида, конечно. Когда ты поднимешься туда наверх, ты думаешь, боже, как неудобно быть власть имущим в Болонии 13 века. Тогда там этих башен было сотни. То есть, такой Манхэттен, только средневековый. Но Манхэттен, напомню, с лифтами, а средневековая без лифтов. Вот в античности все-таки какие-то лифты были, потому что не только социальные, потому что рабы могли что-то такое поднимать. Во всяком случае, грузы поднимали, так сказать, кухня могла находиться где-то в подполье, поднимали на лифтах продукты. В средние века, в общем, мы таких не знаем явлений, чтобы какого-нибудь государя поднимали на его пьяно-нобеле, на благородный второй этаж на лифте. Зато сохранились отдельные постройки, я видел в Тоскане, в частности, постройки, в которых ясно, что подняться можно было на лошади. Изредка такое можно было встретить даже в церкви, если это церковь королевская, чтобы король мог подняться на лошади, в том числе для того, чтобы благословить коня, потому что существовал такой обряд, в особенности перед крестовым походом, каким-то важным походом, благословляли оружие, ратника самого, естественно, и коня. Хотя в целом, конечно, в церкви не место животному. Но, в общем, архитектура, как правильно выразился в свое время Фридрих Ницше, это прямая проекция власти. В этом правиле средневековье не исключение. В Риме они могли видеть средневековые государя, которые там оказывались на паломничестве или для коронации как императоры, могли видеть величественные следы, величественные власти. Как выразился кто-то из острослова в свое время у нас в связи с восстановлением Храма Христа Спасителя, солидный Господь для солидных господ. Это, конечно, колкость по поводу нашего с вами времени, но она очень верна, что ли, и для средневековья. Если ты солидный человек, гравис на латыни, такой весомый человек, то ты прежде всего должен оставить после себя весомый Храм. Весомый это значит высокий и красивый, желательно еще модерновый в смысле технологии. И это, конечно, двигатель прогресса искусства. То есть власть, хочет она того или нет, двигатель прогресса искусства, но она всегда хочет оставить знак своего присутствия в этом памятнике, такую личную подпись в вечности. Средневекович хорошо понимал, что мирская слава проходит очень быстро, что все здесь бренно, бренно и твоя личная власть, и твое личное имущество. Карл Великий перед смертью написал завещание, в котором очень четко расписал, что кому приходится. И как-то он так, знаете, ну это у Эйнхарда содержится в его жизнеописании, он как-то так очень настойчиво говорит о том, что вот это, пожалуйста, должно быть здесь, а вот это вот здесь, а вот здесь у меня хранится то-то и то-то и то-то, вот столько-то денег пойдет там на значит, на странно-приимные дома, вдовам и сиротам, вот этот стол отправьте в Рим, вот этот в Равенну, вот этот в Константинополь, и все так четко-четко-четко. И при этом присутствовали такие-то, такие-то, такие-то. Ну вот, откуда это все? Ну, казалось бы, ну император великий, там все должно быть чин-чинарем, ничего подобного. Средневековая власть это еще и, знаете, такое сочетание, парадоксальное сочетание величия и смирения. Такая диалектика величия и смирения. Чем выше ты поднимаешься здесь на земле, тем ниже ты можешь пасть, как только твое тело потеряет жизнь. Не в том смысле, что приоритет в прах, для этого нужно время, а именно момент перехода. В момент перехода самая высшая власть, императорская, королевская или папская, являет всю свою хрупкость. Только что он был властелином планеты, а теперь он вот лежит здесь, ну, предположим, в облачении. И вот великого понтифика Иннокентия III в 1216 году не стало. В городе Витер, был замечательный такой город к северу от Рима, в Латсо, его во всем облачении положили в церкви лежать, чтобы местные, кто там из приезжих, могли подойти и как-то попрощаться с тем, кому вообще-то присягали в вассальные верности короли Сицилии, Англии, Венгрии, там еще кого-то, который отлучал от церкви самого короля Франции, очень могущественного короля Филиппа Августа, в общем, самого авторитетного властителя средневекового, христианского запада начала 13 века. На третью ночь, что ли, или на четвертую ночь кто-то забрался туда и все облачение снял, с него украл, потому что облачение, естественно, было роскошное, не такое роскошное, как там в 17 веке, но все-таки это было очень красивое облачение, знак его особого достоинства. Кто-то это все утащил, типичный мародер. И на следующий день там оказался случайно умный современник Яков из Ветри и выразился такой сентенцией «Сик транзит глори мунди, так приходит мирская слава». За 150 лет до него великого папы в 1064 году умный писатель и умный, ну, умный мыслитель и прекрасный писатель в будущем святой Петр Домиани приветствует письмом своего знакомого папу Александра Второго, который направляется с севера Италии в Рим и, видимо, передал ему какой-то вопрос что ли такой этому самому Петру. Петр был очень умным мыслителем. «Слушай, объясни мне Петр, говорит он ему, почему папы римские так мало живут? Именно папы римские, когда ты папа римский, так короток их властный век, скажем так. Почему они никогда не доживают до лет Петра? Вот эти самые годы Петра на латыни Анни Петри стали пунктиком таким, знаете, моментом истины и поводом для размышлений на протяжении столетий для всей папской кори, для многих мыслящих людей. Согласно преданию, зафиксированному в самых разных текстах еще с поздней античности, Петр занимал, Петр, первый епископ Рима и создатель фактически христианской церкви, занимал кафедру римскую 25 лет, после чего стяжал мученическую кончину в Риме на Яникуле, где сейчас стоит замечательный храмик, построенный Брамантой в начале 16 века. 25 лет и до 25-летнего срока за всю двухтысячелетнюю историю римского папства дошли единицы, двух рук хватит, совершенно точно. Иоанн Павел II в частности дошел до этого срока и, конечно, эти 25 лет совершенно особым образом отмечались. Средние века 3-4 человека. Ну, а почему так? Ну, потому что папы иногда, очень молодые папы иногда становились, в смысле молодые люди становились папами, ну, совсем молодые, 22-23 года, но церковь, прежде всего, конечно, Курия воспринимала это как сущее безобразие. И мы тоже с вами, наверное, инстинктивно представляем себе архипастыря, но человеком как минимум в летах. Да, если не пожилого, не старика, то, во всяком случае, убеленного сединами, бородой, ну, что такое 40-летний епископ. Это возможно на самом деле. Да, например, митрополит Эрлорион в довольно молодом возрасте стал митрополитом. Это нормально, очень умный человек, очень образованный, слава богу. Вот, но папы римские обычно пожилые люди. Иннокентий III, кстати, стал папой довольно рано, 36-37, что ли. Это довольно рано для своего времени. В общем, у него были шансы править долго, там, почему бы лет не 40. Есть такой миф, что в средние века все умирали в 25 лет, это полная чушь. Доживали и до 100, редко, но доживали. Вот. Папой часто становились лет в 70 в средние века при их-то медицине. Ну, и сколько лет, на сколько лет мог рассчитывать понтифик? В 60, насколько, не намного больше. Конечно, с XI века стали задумываться о медицине, о гигиене, стали уезжать из Рима во время малярии, во время летней жары. Сейчас, летом в Риме, тоже вообще-то делать нечего, хотя малярии вроде бы нету. И с Тибром итальянцы таки совладали, как и с системой канализации, более-менее. Вот. Но Пётр Домиане объясняет своему корреспонденту, что да, править тебе, скорее всего, недолго, потому что, вообще-то, представьте себе, все мы бренны, но ты, твоя бренность, она какая-то совершенно особенная, потому что власть твоя не от мира всего. Да, ты, может быть, уже завтра уйдёшь в иной мир, ты присоединишься к другим твоим предшественникам, многочисленным понтификам, но власть твоя пребудет здесь. Папы римские не могли опереться, в отличие от сельских государей, на династический принцип. В какой-то степени непотизм, феномен непотизма, то есть пополнение кардинальской коллегии за счёт родни, заменял на таком личном уровне те рычаги, которыми пользовались их родственники, ведь это часто, собственно, высшая знать, те самые кардиналы и папы, родственники, обладавшие светской властью, потому что светская власть, извините за грубость, размножается, а клир не размножается, в особенности с XI века, когда введён был грегорианской реформой целебат, то есть папа по определению, ну почти по определению лишён сыновей, да, хотя у него могут быть племянники, то есть те самые, непоты, непотизмы, вот, но преемственность власти всегда как бы под угрозой, а с другой стороны, римская кафедра это тот институт, который призван воплотить вообще хоть что-то неизменное на этой планете, потому что династии друг друга сменяют, сегодня есть, наследники, завтра их нет, дети рождались и у знатных пачками, королевы обычно умирали на каком-нибудь седьмом отпрыске или там десятом отпрыске, редко доживали до конца, поэтому чаще всего несколько жён у государей рожали много, и в этом была как и сила, так и слабость, потому что, почему много рожали, потому что высока была детская смертность, да, несмотря на всю твою знатность, даже в королевских семьях, причём даже до XIX века у Александра II, напомню, наследник престола в юности погиб, и это, конечно, совершенно ужасно всё в цивилизованном XIX веке. Представьте себе, что в средние века творилось. То есть у тебя трое сыновей, и ты никогда не знаешь вообще, они тебя переживут или нет, это первое, и второе, ты никогда не знаешь, не перегрызут ли они друг другу глотки, и третье, чего ты не знаешь, не перегрызут ли они глотку самому тебе. Вот. И, к сожалению, вот эти самые отношения власти во многом дикие в средние века. Они очень личные, очень на виду. Большой вопрос, вообще была ли у них личная жизнь у этих самых средневековых государей, даже когда они ходили налево. Но не случайно, собственно, бастарды, то есть незаконно рожденные дети, часто предмет особых забот, особых мытарств, так сказать, но они часто обретали и власть. То, что мы знаем от Шекспира, прекрасного историка, между прочим, это правда жизни средневекового общества. Часто также бастарды во искупление того греха, из которого этот бастард возник, становились священниками, монахами, епископами, даже архиепископами. архиепископ Мецкий Драгон, незаконный сын Карла Великого, был замечательным меценатом, очень образованным человеком и, конечно, весьма важной фигурой во власти. Но, тем не менее, я попытался вам описать как бы и силы, и слабость средневековой власти, как духовной, так и светской, ее величие и смирение, повторяю эту замечательную формулу, такую, таксимарон, придуманный не мной, а, напомню, Михаилом Бойцовым. Рассказал я все это для того, дорогие мои, чтобы мы с вами научились и на самих себя смотреть, ну, задавая какие-то, может быть, для нас самих неожиданные вопросы. Спасибо. Спасибо.